Люди, которые могут из любого человека сделать исполнителя, руководители студии звукозаписи, аранжировщики и звукорежиссеры. Виталий Левков и Алексей Рожнов. Ребята, привет! Привет, Шейс, привет! Ну, давайте начнем с того, с чем вообще, как правило, обращаются в студию звукозаписи? С какими запросами к вам приходят? Вообще, чаще всего к нам приходят с авторскими песнями. В студии в Тюмени куча, на самом деле. В 2-гих сейчас вбиваешь студию звукозаписи, все в точках. Поэтому мы для себя выбрали, что мы будем такими нишевыми ребятами, мы будем за авторское творчество, мы будем не юбилеи на свадьбу, не на праздники какие-то и так далее. Мы четко поставили для себя задачу, чтобы людей, которые действительно что-то пишут стоящее, интересное и авторское, пытаться мотивировать еще больше это делать, помогать с аранжировками, естественно, платно, для того, чтобы они могли дальше именно реализоваться как авторское творчество. И поэтому мы для себя, как Виталий сказал, выбрали нишу авторского творчества. Ну хорошо. Вот есть такое мнение, что сегодня аппаратура и технологии позволяют сделать из любого человека, даже у которого нет вокальных данных, исполнителя. Что вы скажете на этот счет? Ну, вообще, в принципе, исполнителя можно сделать даже из человека, который вообще к музыке никаким образом не причастен. Но насколько это будет качественно исполнено, насколько это будет исполнительски-технично, насколько это будет органично и естественно звучать, это уже зависит от профессионала, который над этим будет работать. И естественно, от исходника. То есть чем лучше исходник, то есть чем лучше человек спел в оригинале, тем естественнее, красивее будет это все после обработки. Конечно, можно корректировать вокал по интонации. То есть это высота ноты, это ритм. Но если у тебя хрипит-скрипит голос, это практически никак не убрать. Это можно чем-то завуалировать, чем-то замазать, заэффектить, так сказать. Но, к сожалению, исходник лучше иметь хороший. То есть исполнителя, который это все выдает впервые, должен быть хорошим и качественным. Но, тем не менее, я могу плохо петь, ну, хотя бы как-то напевать, и это все можно вытянуть потом. Это все можно вытянуть, но эмоциональная составляющая уже будет неподготовлена профессионально. То есть вот очень часто нам приводят в пример всеми любимую Олю Бузову. Вот все приводят. Я не хотел про нее говорить, но все, пожалуйста. Просто, на самом деле, она большая молодец, человек подготовлен, как ни крути. Как бы она там, для кого ни была, каким персонажем, но видно, что работа была проделана. Да, работа вокальная проделана очень сильно. То есть вы можете понять, когда слушаете, точнее, не исходный, а конечный вариант, что в исходнике это все тоже неплохо звучит? Конечно, да, это слышно. Любой тюн вокала слышен. И, опять же, когда к нам приходит человек и плохо поет, мы понимаем, насколько это будет хорошо или плохо в конечном. А, заранее тоже, конечно. Можно все это чем-то прикрыть, как я сказал ранее. То есть это бэк-вокал. Допустим, человек пропел. Пропел не очень эмоционально, так скажем, особенно в зависимости от жанра. То есть если это какая-то драйвовая песня, а он просто не может, ну, не выдает столько, сколько нужно, тогда это бэк-вокал, который усиляет. Это может быть наш бэк-вокал какой-то, или, может быть, это нанятые ребята, вокалистов в Тюмени. В общем, есть приемы. Конечно, очень много приемов. Хорошо. Скажите, вот был ли у вас такой опыт, когда вы для кого-то исполнили заказ, там, подготовили, свели композицию, записали, и вот эта песня, что называется, выстрелила и стала популярной у кого-то из исполнителей? Нет, такого не было, к сожалению, но все впереди, я уверен. Это сто процентов. Но у нас было немало заказов, которые были напрямую связаны с каким-то либо продакшеном, либо с какими-то людьми, которые уже на эстраде, да. То есть это, допустим, мы сотрудничали с бывшей солисткой Серебра, разрабатывали демо для ее песни. Мы сводили треки для Айдара Гараева, это студия «Союз» на ТНТ, то есть его авторское творчество. Ну и вот много таких были с большими компаниями типа Яндекса, презентовали автомобиль под нашу музыку, прямо в Москве открывался занавес, вот выезжала машина и говорили «это будущее». И, кстати, голосом, который озвучил, это был Влад Сорокин, который работал. Влад Сорокин, наш коллега. Слушайте, ну тюменская банда покоряет и Москву, и всю страну. Хорошо, но помимо того, что к вам приходят вот с какими-то серьезными заказами, наверняка к вам приходили с запросами, которые вас удивляли. Вот расскажите о таких случаях. На самом деле очень много таких случаев, очень много. Больше, чем нормальных запросов. Мы иногда, честно, мы думаем, что с нами не так, почему так много таких запросов? Ну, например, что? Ну, вот мы вспомнили этот один моментик. Однажды пришел, точнее, звонит человек и говорит, что я занимаюсь гитарой не так давно, но все-таки у меня большие успехи, я хочу записать видео, как я это играю. Мне нужна профессиональная съемка, запись, сразу же все, чтобы это было сделано. Мы такие, нифига себе, надо подготовиться. Мы подготовили место, свет поставили, пригласили видеографа. Садится человек с гитарой и говорит, знаете, что такое фингерстайл? Такие, ну, я говорю, я не очень, но представляю, наверное, он такой, ну, давайте, записывайте. Мы записываем, и там просто... Но ни в одну ноту не попало. Не звучит, просто стучит вот так вот по гитаре, и там что-то... Как в фильмах, когда садятся и вот так... И мы такие просто сидим за столом, и мы просто переглядываемся, и мы не знаем, как на это реагировать. То есть человек пришел, свет выставили, все поставили, звук заряжен, все. И просто, и мы такие, йо-ма-и. Но он не шутил, он на полной серии продакшен. Он не шутил, он серьезен. Он думал, что он хорошо играет. Таких людей много, на самом деле, которые, к сожалению, неадекватно оценивают свое творчество. Свои возможности, да. Да, и возможности. И это проблема. Ну, хорошо. Вот скажите вопрос такой по продакшену. Принято считать, что самая качественная, технически исполненная, там, сведенная музыка на Западе, там, в Штатах, насколько мы сейчас свой рынок и свои возможности в России можем сравнить со Штатами? И согласны ли вы, что они там на две головы выше и на шаг впереди? Я хочу сказать то, что на самом деле у нас просто еще и цели очень разные в музыке здесь и там. То есть, если у нас какой-то сейчас пик юмора в музыке, да, пик не обязательно профессионального исполнительства, а просто это действительно хороший продукт, который продастся, самое главное его продать, то там, на самом деле, это уже все, мне кажется, давно прошло. Конечно, есть определенные мейджор-лейбы, которые занимаются только продажами, но и там музыкантов огромная куча. Там действительно хороших студийных бас огромная куча. Если у нас в России хороших студий пересчитать по пальцам, в Тюмени такой ни одной нет, в Москве несколько штук, да, там, допустим, еще где-нибудь по России, там, парочка стоит, то в Америке, допустим, в той же, и это просто в каждом городе по нескольку. То есть дело в том, что у них индустрия более обширна, дольше развивается и конференция вышла? У них это все производится там практически. Да, и плюс ко всему все действительно пошло же, ну, с Запада, да, допустим, и те же самые, то же самое сведение музыки, оно в любом случае там будет на более высоком уровне, потому что оттуда все пошло. Допустим, какие-то приемы, они даже называются там, допустим, такая-то нью-йоркская компрессия, например, от слова нью-йоркская, ну все, все оттуда пошло. Естественно, мы начинаем перенимать, перезаимствовать, пока человек опыта наберется, чтобы это все как-то там через интернет, а там все это напрямую. Человек, который там, допустим, общался, вот ты, допустим, общался с изобретателем, да, кто придумал этот прием, да, ты там дедушка, а этот дедушка был еще до тебя, да. То есть я от человека к человеку, ну, взял этот уровень. Да, первый источник. То есть, так говорят, в России школ звукорежиссуры официальных уже практически нет, там только в Питере, возможно, осталось, даже здесь, наверное. А на Западе? На Западе их куча, постоянные курсы, воркшопы всякие, все. Здесь это пока что только в Зародыши. У нас в Зародыши, да, это все действительно очень мало у нас пока что, нет, у нас есть школы, все, то есть образование идет, но на таком коротком уровне, что это вот буквально занимается этим, там, два-три человека, которых знают по всей стране, люди, которые работают непосредственно с большими лейблами и все. Но потенциал есть в России? Потенциал есть, и это очень хорошая ниша, чтобы пробраться в такую вот структуру, да. Да, музыканты welcome. Смотрите, некоторые ребята, начинающие артисты, не идут на студию звукозаписи, а оборудуют ее дома своими силами. Они имеют какой-то вот базовый набор аппаратуры и базовый набор навыков, чтобы этой аппаратурой пользоваться. В связи с этим вот к вам, как к людям, которые работают в студии, вопрос, насколько сильно может отличаться запись дома и в студии, и плюс, можно ли записать хит дома, обязательно ли идти в студии? Вообще, сейчас многие знают, кто такая, допустим, Беляйлиш, и когда она на первых своих моментах, когда они все узнали, говорили, очень сильно проталкивали мысль о том, что она это все записала дома. Это действительно так, дома можно записаться без проблем, но я далеко, точнее, я полностью уверен в том, что даже если она записалась дома, ее сводили, ее обрабатывали уже на самом деле на студии, на профессиональной, на хорошей. И это самое главное, что нужно для продакшена, для хорошего. То есть, если, но в то же время существует хороший материал авторский, если у вас действительно хорошая песня, вы можете ее очень плохо свести, но если она действительно потенциально очень крутая и стоящая, ее найдут, ее увидят, ее запомнят, ее переаранжируют, пересведут и сделают из нее то, что нужно. Но вот самая главная ошибка, когда песня ничего из себя не стоит, и втратив в нее деньги отправлять на студию и так далее, она все равно не зазвучит так, точнее, она не будет звучать дальше. Поэтому самый главный совет вот таким людям, которые делают дома студии, пишите много материала на этих студиях. Не пытайтесь добиться суперзвука, но... Набивайте руку. Набивайте руку, но прогрессируйте в этом, но не ставьте на это ставки какие-то, что вот я сейчас научусь офигенно дома сводить, и значит, я буду просто выстреливать своими песнями. Берите материалом, больше и больше материала, так как у вас все дома, просто перед столом. Ну и если ты, допустим, только начал этим заниматься, то, естественно, не нужно говорить, что да я дома, как я сейчас по урокам сведу, допустим, обработаю, ты лучше напиши, ты лучше развивайся в одной каком, по одному пути, допустим, либо ты хочешь обрабатывать звук, либо ты хочешь его писать, либо ты хочешь просто записывать себя как вокалиста. То есть нужно определиться, на каком пути ты должен идти, да. Это нам так повезло, что мы все вкопались в этом всем сидели вместе. У нас просто еще команда, мы вообще втроем были до этого. Кто-то больше играет, кто-то больше поет, кто-то больше сводит, кто-то больше записывает. То есть мы как-то обязанности уже разделили. И вам не приходится учиться тому, что умеет ваш товарищ? Конечно, ну то есть вот, допустим, на студии, когда мы записываем кого-то и на этапе обработки, я больше тюню вокал, то есть корректирую его. Леша уже не занимается тюном вокала, да, он занимается больше сведением. И может на нем как бы сконцентрироваться, чему-то подучиться вот конкретно. Вот именно, ну да. Ну хорошо, слушайте, ну на отличной ноте мы с вами завершаем беседу. Спасибо, что пришли. Спасибо, что потратили время. Мы желаем вам только интересных, приятных заказов. И ждем в скором новости, что вот именно на вашей студии записанная песня стала супер-хитом. Спасибо. Спасибо, ребят.